13 апреля все храмы Подмосковья были закрыты. Все это время прихожане посещали богослужения онлайн. Ежедневно велись прямые трансляции. Служители церкви ни на минуту не прекращали свою работу. Трансляции, которые проводились и в Георгийском соборе, и в Реминском храме, в многих других храмах, они были ежедневными. Люди, даже находясь на самоизоляции, могли утром встать, включить онлайн-трансляцию в 8 часов и вместе с священником помолиться. Для них это очень тоже важно. И, конечно же, за это они тоже благодарят. С 1 июня храмы Московской епархии начали постепенно возвращаться к привычному режиму. Прихожане могут их посещать, но только не во время богослужений. Прийти на службу можно, но придется остаться на территории храма под открытым небом. Сейчас богослужения совершаются так же, как и до этого периода каждый день. Мы ведем трансляцию богослужений в сети интернет, ведем также аудиотрансляцию на улицу, для того, чтобы те люди, которые имеют возможность помолиться хотя бы рядом с храмом, могли просто постоять и, кружившись от дождя, на внешней стороне храма помолиться, а потом приступить к таинству. Ну и, конечно же, приближается праздник Святой Троицы, праздник особо почитаемый на Руси и в церкви. И для того, чтобы не создавать большого скопления народа именно в храме или рядом с храмом, мы решили совершать богослужения именно на улице. Пандемия в той или иной степени коснулась каждого из нас. Многие отмечают, что за это время стали ближе друг к другу, больше внимания уделяли своим семьям и близким. Можно, наверное, много рассуждать о том, почему случилось это в нашей жизни, вот эта самоизоляция, пандемия. Но вы знаете, из общения многие люди говорят, что мы стали больше ценить то, что раньше имели. То есть мы раньше, проходя мимо храма, могли не всегда зайти в него, могли просто пройти мимо. А сейчас даже люди, которые, возможно, не так часто приходили в храм, понимают, чего они могут быть лишены, если храмы закрыты. Потому что ни одна, конечно же, онлайн-трансляция или подача имен через социальные сети не может заменить живого общения с Богом, который происходит в храме. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Корректор А.Егорова